Здравствуйте ребята, меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео. В сегодняшнем видео я хочу показать тебе кое-что, о чем никто не говорит, находясь в эйфории от этого роста биткоина, который достигал на пике почти 50 тысяч долларов. Также мы поговорим про анчейн-метрику для биткоина, которая показывает хорошие перспективы для него на длинной дистанции. Кроме этого я хочу, чтобы ты услышал этого человека, его зовут Дэн Хелт и он работает в криптовалютной бирже Кракен. Который убежден, что биткоин находится в суперцикле с двойной вершиной, точно так как это было в 2013 году. И закончу я, ребята, самой крышесносной информацией, которую я сегодня накопал, про две криптовалюты, которые связаны с ФРС США и некоторыми компаниями, работающими над инфраструктурой для цифрового доллара США. И если тебе нравится такой контент, который реально отнимает очень много времени на его создание, не забудь поставить лайк и подписаться на канал, если ты тут впервые. Здесь мы каждый день говорим о событиях из мира криптовалюты. Также, уже до 12 ночи я закрываю предзаказ на свою книгу, поэтому те, кому это еще интересно, могут предзаказать ее по ссылке в описании. Или же написал мне в телеграм, ссылка на него тоже в описании. Если же ты хочешь получить эту книгу абсолютно бесплатно, плюс еще несколько плюшек, участвуй в конкурсе в прошлом видео, ссылка на него тоже будет в описании. Давай начнем с биткоина, поговорим о возможности его коррекции на протяжении сентября. Это кратко и среднесрочная перспектива, на долгосрочной же я остаюсь приверженцем того, что цена биткоина стремится к 100 тысячам долларам. Сегодня говорим про возможную ближайшую перспективу на сентябрь месяц. Я дам тебе информацию, а ты сделай выводы, имеет ли она для тебя какой-нибудь смысл. Это дневной график биткоина, и здесь, несмотря на то, что биткоин приближается к 50 тысячам долларам и уровню 0.618 по Фибоначчи на момент написания сценария, мы видим, что индекс относительной силы при этом находится в противоположном биткоину тренде. Это показывает нам, что сила, которая поддерживала этот недавний рост биткоина, постепенно ослабевает. На момент написания сценария к этому видео, цена биткоина направляется к золотому сечению по Фибоначчи. Обычно достижение этих отметок сопровождается краткосрочными откатами цены. На это нам намекает, например, вот этот график, который показывает разницу между оттоком и притоком биткоинов на бирже. На примере Бинанса, посмотри, сегодня эта разница составила плюс 13,5 тысяч биткоинов, только лишь на одной криптовалютной бирже Бинанс. Последний раз рядом с этими отметками мы находились в мае этого года. Это значит, что 21 августа и 22 августа на биржу Бинанс заводят больше биткоинов, чем выводят. Подозрительно, не так ли? Зачем заводить биткоины на биржу? Есть только лишь одна цель, чтобы продать. Собственно, об этом сейчас мы и поговорим, о возможности этого отката, коррекции в ближайшем времени. Думаю, цену биткоина могут дотолкать до золотого сечения и организовать коррекцию. Обычно откаты от золотого сечения достигают уровня 0.382 по Фибоначчи. Сейчас мы проанализируем это, даже не используя сам график цены биткоина. Почему сентябрь для биткоина может оказаться месяцем повышенного риска? Если проанализировать рынок, можно заметить его цикличность, периодичность и даже сезонность. Эта диаграмма показывает процентное изменение цены S&P 500 за каждый месяц, основанное на сроке от 1928 по 2009 годы. Как мы видим, сентябрь исторически является худшим месяцем для фондового рынка, в частности для S&P 500. Одним из лучших же является декабрь месяц. Обычно то же самое мы наблюдаем и для биткоина. Например, пик 2017 года для биткоина пришелся как раз таки на декабрь. Мы можем заметить подобную тенденцию и в этой таблице. Которая показывает, насколько рос или падал биткоин в тот или иной месяц на протяжении своей истории. 2021 год в этой табличке заполнен не до конца, но тем не менее мы можем на основании этих 9 лет делать выводы, что да как происходило с биткоином на протяжении его истории каждый месяц. Мы видим, что сентябрь в большинстве случаев оказывался красным, в то время как декабрь и ноябрь наоборот зеленым. Таким образом, можно предположить, что в сентябре биткоин ожидает коррекция, но в ноябре и декабре мы увидим рост. На самом деле эта таблица, конечно, интересна, но больше интереса представляет все-таки эта диаграмма для фондового рынка. Сентябрь за 75 лет оказался худшим месяцем для фондового рынка. На графике S&P 500 мы видим, что он находится в восходящем клине уже достаточно долго, практически с марта этого года. При этом RSI все это время находится в нисходящем тренде, что показывает нам на то, что растущий тренд S&P 500 ослабевает. Это большая медвежья дивергенция между действиями цены и показателями индикатора, которая подтверждается в том числе и показателями MACD. Об этом, кстати говоря, предупреждает и Олесио Растане у себя на канале во вчерашнем видео. Он сказал, что ожидает коррекции уже в сентябре на фондовом рынке. По крайней мере, риски коррекции в этом месяце очень сильно повышаются. Следующий график это индекс волатильности S&P 500. Это очень важный индекс для тех, кто хочет прогнозировать коррекции на рынке. Мы видим, что он находится в нисходящем клине. Очень скоро мы должны увидеть подобный прорыв из него. Обычно такие прорывы приводят к коррекциям на финансовых рынках. И сразу же вдогонку пример. Из 2018 года мы видим, что индекс волатильности фондового рынка находится в нисходящем клине. При этом цена S&P 500 находится в восходящем клине. Далее из этого нисходящего клина индекс волатильности прорывается вверх. А S&P 500 в это же время переживает массивную коррекцию на 20%. Это было осенью 2018 года. А что же было с биткоином в это время? Он пережил массивную коррекцию. Итак, в ближайшей перспективе биткоин вполне может пережить коррекцию вместе с остальными финансовыми рынками. Но если мы будем говорить о долгосрочной перспективе, то здесь все просто отлично. Начнем с этого графика. Количество монет, которые держат долгосрочные инвесторы биткоина, достигло нового исторического пика. Теперь эта сумма составляет 12,7 миллиона биткоинов. А это 67% от предложения. Или же 84%, если корректироваться на те монеты, которые потеряны навсегда. Это означает, что грядущие коррекции на рынке, скорее всего, будут происходить за счет краткосрочных и новых холдеров. Олды, как говорится, не такое видели. Но, как только мы увидим, что долгосрочные инвесторы начинают пересылать свои монеты на биржи, это будет означать приближение исторического пика для биткоина. Как это было, например, вот здесь. Смотри. Количество монет, удерживаемых долгосрочными холдерами, начинает падать. И на самом дне этой метрики оказывается, что цена биткоина достигла пика этого растущего цикла. Мы видим, что сейчас количество монет, удерживаемых долгосрочными холдерами, находится на историческом пике и продолжает расти. А значит, они считают, что в этом растущем цикле будет еще один пик. Как мы и предполагали, ведь в 2013 году тоже было два пика в одном растущем цикле. Просто задумайся, 84% монет биткоинов либо потеряны, либо держатся долгосрочными холдерами. Чем больше людей, компаний, стран будут покупать оставшиеся почти 20% предложения, тем оно будет становиться меньше. Подумай, что будет на длинной дистанции с биткоином, когда будет доступно не 20%, а 15%, 10%, 5% или даже 1%. Чем больше лет пройдет, тем лучше для нас, как для инвесторов. Я уже 100 раз убеждался, краткосрочные трейдеры на этом рынке постоянно теряют свои деньги и испытывают боль. Просто посмотри на этот график. Манипуляторы нарисовали две огромные свечи с огромными тенями, чтобы задеть и лонговые позиции, и шортовые позиции на выходе из этого треугольника. И в итоге скосить бабла и с лонгистов, и с шортистов. Краткосрочный инвестор вот здесь, скорее всего, потерял абсолютно все, особенно если торговал с плечом. Холдеру же на эту ситуацию в принципе плевать. Покупаешь и держишь. Держишь год, можешь пострадать. Держишь два, риски пострадать уменьшаются. Три года, скорее всего, страдать ты уже не будешь. Я не боюсь падения до 18 тысяч долларов сейчас, потому что в 2018 году я покупал биткоин за 3600 долларов. Так что мне уже все равно. Еще один долгосрочный индикатор для биткоина это сток-то-флоу рейшио. Этот индикатор и его создатель до сих пор предполагают, что до конца этого года биткоин будет стоить 100 тысяч долларов. План B создатель этого индикатора говорит. Индикатор сток-то-флоу рейшио по-прежнему указывает на вторую вершину. 100 тысяч долларов в этом цикле. Ребята, нужно понимать, что долгосрочный путь к 100 тысячам долларам не будет прямым. Он будет сопровождаться коррекциями. И иногда вплоть до минус 50%. Как мы видим, и план B тоже предполагает двойную вершину в этом растущем цикле. Вчера на канале Altcoin Daily вышло интересное интервью, в котором Дэн Хелт, работающий на криптовалютную биржу Kraken, объяснил, почему он считает, что биткоин находится в массивном суперцикле, в котором будет две вершины. Давай послушаем небольшой отрывок из этого видео. У нас есть множество инструментов. Unchain-фундаменталы, ликвидность, новости, эмоции, жадность и страх. Все они рисуют картину того, как рынок выглядит сейчас, но не обязательно прогнозируют то, каким он станет. Но если брать исторически, то, что мы видим Unchain, сейчас это хорошо. Например, Unchain-метрика показывает, что старые холдеры до сих пор держат. Обычно на пиках циклов мы видели, как старые холдеры передвигали монеты на бирже и затем продавали. В этом есть смысл, ведь если кто-то держит длительное время, то однажды ему захочется зафиксировать прибыли. Это приводит к большому давлению продаж на рынке. Сейчас мы этого не видим. Мы не видим движение старых монет на бирже. Это очень сильный индикатор. По моему мнению, он показывает на то, что впереди еще будет бычий забег. Также есть и фундаментальные причины для этого. Кто-то скажет, да кому нужны эти старые холдеры, как насчет новых? Дело в том, что старые холдеры держат очень много монет. Намного больше. Это значит, что на биржах остается меньше монет у тех, кто хочет их продать. Что означает, что если спрос остается таким же, а давление продавцов падает, то цена будет расти. Сейчас крупнейшие долгосрочные холдеры не хотят продавать. Во время этих коррекций и нисходящих движений мы видели, что продавали именно новенькие холдеры, которым от 3 до 6 месяцев. Когда долгосрочные инвесторы проснутся и начнут передвигать свои старые монеты, вот тогда мы будем знать, что настоящий пик цикла уже на носу. Дэн говорит о том, что пик в 64 тысячи долларов, что мы видели, это был только локальный пик, как в 2013. И что, судя по всему, нас ожидает второй пик в этом суперцикле биткоина. А теперь я хочу поговорить про то, что я сегодня накопал. Это просто выносит мозги, я серьезно. Я давно не видел такой информации. Я хочу поговорить про две криптовалюты, которые, возможно, находятся в партнерстве с ФРС США. Вместе они работают над ничем иным, чем цифровым долларом. Но напомню сразу же, что это не финансовый совет. Не нужно бежать и вкладывать все, что у тебя есть. И даже больше, влезая в кредиты, это очень плохо закончится. Начнем вот с этого файла, в котором описан проект «Новая заря». Описывается он единственным приложением. Инфраструктура цифровых денег для всех. Что это за «Новая заря» такая? Звучит как название игры. Кстати говоря, по-моему, такая даже существует. На их сайте мы можем найти их миссию, которая заключается в том, чтобы предоставить техническую инфраструктуру для полностью регулируемых нормативно и законодательно цифровых денег. Работают они в коллаборации с тремя компаниями и МТЭК, Майкрософт и Хедира Хэшграф. Запомним и МТЭК, и Хедиру Хэшграф. Это очень важно. В этом же файле, если поискать, мы можем найти очень интересный абзац. Вот он. Здесь написано, что проект «Новая заря» спонсируется компанией и МТЭК. Что же это за компания такая? Находим их сайт и видим, что это финтех-компания для центральных банков. Они занимаются все той же разработкой инфраструктуры для цифровой экономики центральных банков. Также помогают в разработке цифровых валют центральных банков. Например, точно известно, что центральный банк Ганны сотрудничает с МТЭК в разработке собственной цифровой валюты. Возвращаясь к сайту МТЭК, находим страничку, посвященную центральным банкам. Они пишут, что МТЭК создает простое ПО, позволяющее внедрять инновации центральным банкам, обеспечивать доступность, защищенность и устойчивость инфраструктуры, необходимой для обслуживания цифровой валюты. Но кого мы можем найти в партнерах? Конечно же, Федеральную резервную систему Соединенных Штатов Америки. С ней они работают над системой платежей цифрового доллара, а также над цифровым кошельком для цифрового доллара для всех американских граждан. Также в партнерах мы находим и Хедиру Хэшграф. Возвращаясь к проекту Новая Заря, мы находим следующий абзац, который посвящен Хедире. Хедира Хэшграф отвечает за техническую сторону этого вопроса. Пытаясь найти хоть что-нибудь об этом в белой бумаге Хедира Хэшграф, мы не находим ничего, кроме вот этого абзаца, в котором сказано, что безопасность и секретность находятся на уровне с государственной секретностью под грифом Top Secret Information. Короче говоря, информация засекречена. И видимо, Хедира Хэшграф является той самой темной лошадкой, которая, скорее всего, работает в CMTK и ФРС США над инфраструктурой для обеспечения устойчивой работы цифровых валют центральных банков, в частности цифрового доллара. Опять же, это не финансовый совет, это не подтвержденная информация, только лишь моя спекуляция, основанная на том, что я нашел. Также я нашел информацию о том, что еще одна криптовалюта Algorand также может сотрудничать с ФРС США. В этой статье мы можем найти абзац, посвященный следующему. Бостонский ФРС США сотрудничает с Технологическим университетом MIT, конкретнее с его институтом под названием Digital Currency Initiative. Этот институт работает над цифровыми валютными технологиями. Если мы поищем этот институт инициативы цифровых валют, мы находим этот сайт. И уже на этом сайте я нашел человека, которого зовут Сильвио Миккалли. Знаешь, кто это такой? Ты сейчас очень сильно удивишься, кто это. Сильвио Миккалли в 2017 году основал Algorand, эту самую криптовалюту. Связи между бостонским ФРС, MIT и Algorand четко прослеживаются в этой цепочке. Но опять же, это не финансовый совет, это не подтвержденная информация, это всего лишь то, что я своей головой сегодня накопал. Выводы делай сам. На этом все, ребята. Меня зовут Богатейший Ди, буду рад твоей поддержке лайком. Это очень мотивирует на создание нового классного контента. Также подписывайся на канал, у нас уже 201 тысяча, идем на 300. Подписывайся на телеграм, ссылка на который в описании. Делись видео с друзьями, комментируй обязательно. Богатей. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok